Всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим о медицине. Как известно, в США очень дорогая медицина. Если вам интересно узнать почему, то продолжайте смотреть это видео. Будем разбираться вместе. Вообще США находится на первом месте среди развитых стран по объему затрат на здравоохранение на душу населения. При этом Америка по количеству обслуживаемых пациентов и по эффективности медицинских услуг далеко не на ливирующих позициях. Почему так? Сегодня разберем несколько причин. Во-первых, это высокие административные издержки. В среднем развитые страны тратят на административные издержки от 1 до 3% всех расходов на здравоохранение. В США тратится целых 8%. Дело в том, что здесь очень комплексная и сложная система медицинского страхования. Есть несколько видов страхования. Это страхование от работодателя, так называемый Employment Based Insurance. Также вы можете сами пойти на рынок медицинских страховок и купить себе там страховку. И есть также государственные программы, например, Medicare и Medicaid. Они предназначены для отдельных категорий граждан. Но у каждого вида страхования есть еще свои страховые планы. У каждого плана есть свои правила, свои регламенты, что как покрывается, в каком объеме и так далее. И для провайдеров услуг, для госпиталей это значит, что им приходится иметь дело с огромным количеством правил и регламентов, что, соответственно, и приводит к высоким административным издержкам. Вторая причина – это непрекращающийся и слабо контролируемый рост цен на медикаменты. В среднем американцы платят в 4 раза больше за медицинские препараты, чем в других развитых странах. Это связано с тем, что здесь по-другому происходит ценообразование на лекарства. Например, в Европе о ценах на лекарства договаривается государство. И если, например, на рынок выходит новый препарат, то фармкомпании еще нужно доказать, что этот препарат эффективнее, чем те, что уже есть на рынке, и что он оправдывает свою цену. А как это происходит в Америке? В Америке нет централизованного государственного регулирования системы здравоохранения. И, соответственно, каждое из страхований, о которых я говорила, они сами договариваются с фармкомпаниями. Понятно, что когда у вас на рынке несколько менее крупных игроков, договориться о более низкой цене гораздо сложнее, чем если бы у вас был один крупный участник. И, кстати, на рынке США такой крупный участник имеется. Это государственная программа медицинского страхования Medicare. Она обслуживает людей старше 65 лет. И это, на секундочку, 55 миллионов. То есть это седьмая часть населения США. Но дело в том, что Medicare на законодательном уровне запрещено торговаться с фармкомпанией. Естественно, фармкомпании пользуются случаем и ставят свои цены на лекарства. И еще момент. Если, например, новое лекарство выходит на американский рынок, фармкомпаниям не обязательно доказывать, что оно эффективнее, чем те, что уже есть на рынке. Им просто достаточно доказать, что лекарство безопасно. Поэтому в совокупности эти два фактора дают такой результат, что на рынке присутствует очень много разных лекарств. И некоторые из них супер дорогие, но это совершенно ничего не говорит об их высокой эффективности. Могу привести личный пример. Мне выписывали антибиотик, совершенно обыкновенный ацетаминофен, то есть это Максиклав в России. Сколько он там? 300-400 рублей стоит один стандарт. А здесь он стоил 100 долларов. Но здесь такой момент, что я не платила эти 100 долларов. Большую часть покрыла медицинская страховка. А я заплатила что-то там около 12 баксов. Но все равно понятен, да, порядок цен, насколько дороже здесь совершенно те же самые лекарства. Следующая причина дороговизны медицины в США – это высокие зарплаты медработникам. В США больше всех получают врачи. Средняя зарплата педиатра здесь 218 тысяч долларов в год. Здесь зарплата считается в год и до налогообложения. Я могу сказать, что это очень хорошая зарплата даже для Кремниевой долины. А что уж говорить о США в целом, где средняя зарплата 56,5 тысяч долларов в год. Если мы, например, говорим о враче более узкой специализации, то здесь средняя зарплата по стране 316 тысяч долларов в год. И то есть это только средняя зарплата. Она спокойно может достигать, например, 700 тысяч долларов в год. Зависит от местоположения, зависит, естественно, от квалификации врача. Хорошо получают и медсестры. По сравнению с другими развитыми странами, например, здесь средняя зарплата медсестры 74 тысяч долларов в год. В то время как в Швейцарии 58 тысяч долларов. И это, конечно, здорово, что труд медработников здесь так хорошо ценится. Но это не может не сказываться на высокой стоимости медицинских услуг. Следующая причина – это то, что в госпитале здесь центры прибыли. Они, конечно, с одной стороны лечат пациентов, но и зарабатывают на них деньги. Процесс госпитализации здесь очень дорогой. И один день пребывания в больнице может спокойно стоить полторы-две тысячи долларов. Если, например, вы сломали руку, то обычный простой перелом, который не требует операции, будет стоить порядка двух с половиной тысяч долларов. А если вам требуется операция, то нужно быть готовым заплатить около 16 тысяч долларов. Важно здесь отметить, что если у вас есть медицинская страховка, то, скорее всего, конечно, всю эту сумму вы платить сами не будете. Большую часть покроет страховка. И вы там что-то заплатите в зависимости от вашего страхового плана. И, собственно, это и объясняет, почему очень хорошо иметь в Америке медицинскую страховку. Следующая причина – это дополнительные анализы и обследования. Часто здесь врачи стараются перестраховываться, чтобы их в случае чего не засудили, не обвинили в том, что они вас недолечили или лечили неправильно. И они назначают дополнительные обследования, которые очень дорогостоящие, но вовсе не факт, что они вам были нужны. Естественно, это влияет на конечную сумму в счете за медобслуживание. Наконец, последняя, шестая причина – это высокая вариативность цен. В связи с тем, что ценообразование никак не регулируется централизованно, госпитали пользуются этим и качают деньги, пока они качаются. Стоимость на одну и ту же медицинскую услугу в госпитале может варьироваться в зависимости от того, кто за нее платит. Если платит частная медицинская страховка, то цена будет немного ниже. А если, например, человек приходит и у него государственное медицинское страхование по программе MediCare или MediCare, то госпитали спокойно могут поставить цену выше, потому что платит государство, у государства денег много. Причем, когда вы приходите в больницу, вы не понимаете, сколько в итоге вы заплатите за ваше лечение. И вам эту сумму даже примерную никто не скажет. То есть, ценообразование здесь максимально непрозрачно для пациента. Или, например, может быть такая ситуация, когда вам уже пришел чек на оплату ваших услуг, например, на 500 долларов, 300 из них покрыла ваша страховка, а 200 вас просят заплатить. И вы понимаете, что как же так, вот я уже неоднократно ходил, все то же самое мне делали, а тут вдруг 200 хотят, чтобы я заплатил, а я до этого 100 все время платил. Вы звоните, начинаете разбираться, и после долгих переговоров они вам говорят, ну вот давайте мы вам, знаете, скидку сделаем 20%, если вы сейчас заплатите. То есть, такие ситуации тоже возникают, и совершенно непонятно, каким образом в итоге ставят цены на услуги. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!